Это не экскурсия по заправочной станции. Прокуратуру сюда привела актуальная для города тема – газ. Подсобные помещения могут хранить газовые баллоны, поэтому ревизоры проверяют каждый закуток. На этой станции заправляют только автомобили. А мечей, приходящих с бытовыми газовыми баллонами, встречает такое объявление. Однако, по словам сотрудников станции, подобные просьбы встречаются. А вот отказывают ли здесь горожанам, прокуратура еще проверит. Узнать правду правоохранителям помогут видеокамеры. Для исключения факта того, чтобы батареевые баллоны заправлялись на газозаправочных станциях, где заправляются автомобили, будет произведено осмотр видеозаписи с камер наблюдения данных газовых станций. Чтобы исключить возможность заправления этих баллонов, с помощью специализированных насадок, изготовленных кустарных способов. Кстати, подобные меры уже работают. Эта запись сделана на одной из омских заправок. Кажется, что водитель приехал заправить автомобиль. Однако, через мгновение мужчина извлекает из багажника баллон. Заправщик спокойно наполняет емкость. Наказано ли это предприятие, еще неизвестно. Нарушителям, которые балуют о мече дешевым топливом, грозит штраф в полмиллиона рублей. Санкция статьи также предусматривает максимальное наказание до шести лет лишения свободы. Николай Евенко, Юрий Дорошенко, Антенна-7.